Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Сад баланса, арт-объекты и плитка по новой технологии. Как преображается сквер памяти борцов революции и на каком этапе реконструкция заводского шоссе, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Пожар тушили 78 человек и 18 единиц техники. На улице Арцебушевской сгорел деревянный дом. Репортаж с места событий. День семьи, любви и верности. Что самарцы думают о празднике, как отмечают и почему этот день связывает с историей любви Петра и Февронии Муромских. 900 метров до финиша на заводском шоссе осталось привести в порядок последний участок дороги. Масштабная реконструкция выполнена на 80%. Ход дорожных работ проверила глава Самары Елена Лапушкина. Мэр также побывала на строительной площадке в сквере памяти борцов революции, где в самом разгаре благоустройство территории. Чем новое общественное пространство будет удивлять самарцев, расскажем в следующем сюжете. Сделали тротуары, дорожные ограждения, обустроили ливневую канализацию, установили опоры освещения. Ремонт заводского шоссе выходит на финишную прямую. Что сделано, а что еще предстоит завершить, посмотрела глава Самары Елена Лапушкина. Основной ход дороги от улицы Авроры до 22-го портсъезда полностью готов. Потребителей уже подключили к новому водоводу, который здесь построили взамен старого, 50-летней давности. Доделать осталось лишь одну полосу движения на участке длиной 900 метров около улицы Мальцево. В ходе строительства были выявлены неучтенные нигде электрические кабели под землей, которые необходимо переносить для того, чтобы обустроить последнюю полосу движения. Так в основном на сегодняшний момент основной ход дороги сделан. Каких-либо трудностей в передвижении по заводскому шоссе на сегодняшний момент не наблюдается. На 80% дороги она уже выполнена в полном объеме. Подрядчик уже выполнил все проектные работы по переносу электросетей на заключительном участке и в ближайшее время приступит к завершению реконструкции шоссе. Продолжаются работы и в сквере памяти борцов революции. Эта территория возле здания фабрики кухни, которая стала филиалом государственной Третьяковской галереи. Работы идут по программе формирования комфортной городской среды. За благоустройство именно этой территории проголосовали сами жители. Здесь обустраивают инженерные коммуникации, электроснабжение, автополив. Ход работ также проверила глава Самары Елена Лапушкина. На некоторых участках уже приступили к чистовым элементам благоустройства. Например, на площади памяти борцов революции возле обелиска укладывают плитку. Как рассказал подрядчик, местный производитель делает ее по новой технологии, которую применяют впервые. Плитка будет прочной и не скользкой. Выполняются работы по устройству пешеходных мостов. Будут здесь очень такие красивые пешеходные мосты из дерева, из лиственницы. Да, здесь будет интересный момент. Значит, сзади меня ведутся работы по устройству так называемого сухого ручья. Ведут работы по устройству лектория. Бассейн там будет с водной гладью. Большое значение уделяют зеленым насаждениям. В сквере появятся не только обычные газоны с автополивом, но и те же растения, что высадили на вертолетной площадке. Изюминкой станет сад баланса, основная идея которого – переосмысление темы постиндустриального ландшафта. Сохранят в сквере и память о бывшем заводе «Зим». На территории уже готовят стилизацию букв, по аналогии с теми, что мы привыкли видеть на здании завода управления. Новое общественное пространство украсит также арт-объектами с подсветкой. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. Подрядные организации с начала июля вышли на три новых объекта по перекладке теплотрасс в рамках подготовки к будущему отопительному сезону. Это тепловые сети на улицах Карбышева и Бобруйская, а также на улице Некрасовская. На сегодняшний день городские службы работают на 21 объекте теплоснабжения. Об этом на заседании штаба в Департаменте городского хозяйства и экологии рассказал первый вице-мэр Владимир Василенко. Всего же за летний-осенний период городским службам необходимо подготовить 58 объектов теплоснабжения. Также Владимир Василенко поручил усилить контроль за ходом аварийно-восстановительных работ канализационной трубы на участке по Волжскому проспекту. С сегодняшнего дня там ограничили движение транспорта. По Волжскому проспекту 49, а с 8 по 13 у вас закрыто. Не будет вам там 20 дней, 15 дней, там 2 недели. Вот будет у вас ровно 5-6 дней по Волжскому проспекту. Распоряжение подготовить, закрыть со стороны Осипенко и закрыть со стороны Полевой. Так как движение ограничат, общественный транспорт будет ходить по временной схеме. Автобусы номер 61, 247 и 261 проследуют в оба направления в объезд по улицам Лесной, Осипенко, Новосадовой, Полевой и далее по маршрутам. Также в этом месте перекроют и пешеходный переход. Уютно может стать каждый дворик и помогут в этом волонтеры. В Самарском районе города уже преобразились 15 дворов. Теперь добровольцы украшают дворики промышленного района. Как именно, расскажет Мария Левина. Двор, в котором оживают полотна. Акция «Уютный дворик» шагает по Самаре. Если раньше волонтеры приходили на помощь жителям только в Самарском районе, сажали цветы, убирались, разукрашивали серые стены, то сейчас география акции стала шире. Все положительное, оно всегда приносит пользу. И когда маленькие детки, подростки, школьники берут пример уже со студентов, то они понимают, что трудиться и делать добрые дела – это очень важно. Потому что чем больше человек делает добрых дел, тем больше к нему они и возвращаются. И самое главное – мир вокруг становится добрым, светлым, ярким и красивым. А из нашего окна филармония видна. А еще набережная, музей Самара, космическое и даже региональное правительство. Двор в промышленном районе заиграл новыми яркими красками. На этот раз главной темой акции стало 170-летие Самарской губернии. Жители двора в промышленном районе скооперировались, сдали макулатуру, а на вырученные средства купили краску. Позвали на помощь волонтеров и взялись за дело. Активные жители – это основа перемен. Но нам повезло, нашему району очень повезло, у нас очень активные жители. Мы делали опросы, обсуждали. Изначально мы хотели просто самые какие-то обыкновенные вещи нарисовать. И потом решили, что очень здорово было бы отразить исторические какие-то здания нашего города. Начинаются благоустроиваться эти дворы. И вот такие активные жители, как наши дорогие жители, которые сделали сейчас эту акцию, их становится больше. И, соответственно, наш промышленный район развивается и становится красивее и интереснее. Что появится на вчера еще скучно сером заборе, обговаривали всем двором. А воплотила идеи в жизнь художник Ольга Якунина, которая в очередной раз подтверждает, что искусство рождается не где-то далеко и в ожидании мифического вдохновения, а рядом – всегда. И чтобы его воплотить, достаточно просто начать. С таких маленьких проектов все и начинается. Если создать уют в своем дворе, в каком-то подъезде, то будет все красиво у нас. Сделать свой двор ярче могут позволить себе все самарцы. А чтобы волонтеры пришли на помощь, следует обратиться к управляющему своего микрорайона или в районную администрацию. Мария Левина, Василий Калдашов. События. Прозрачно и легитимно. В Самарской области продолжается подготовка к единому дню голосования. Кто и как будет отрабатывать жалобы и обращения, поступившие в избирательную комиссию региона, обсудили на заседании штаба наблюдателей. Ольга Хомракулова с подробностями. Выборы в Государственную думу и региональный парламент 19 сентября должны пройти честно, прозрачно и легитимно. Как это сделать, обсудили в очередной раз на заседании штаба по независимому общественному наблюдению. Напомним, он начал работу в марте этого года. Председателем штаба стала член Общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошла в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. В этот раз утвердили состав группы членов штаба для участия в рассмотрении жалоб и обращений, поступивших в избирательную комиссию Самарской области. Все участники этого процесса по содействию реализации свободных выборов, свободного воли изъявления, как раз нацеливают свою работу, свою деятельность на то, чтобы выборы прошли открыто, гласно и легитимно. Каждый из экспертов независим и политически беспристрастен. Часть членов нашего штаба в основе своей – это юристы. Они будут входить в состав группы представителей общественного штаба, которые будут доступны материалы по различным жалобам, обращениям в связи с возможными нарушениями избирательных прав наших граждан. Участие независимых лиц в рассмотрении жалоб и обращений важно для преодоления ведомственной корпоративной солидарности и максимально независимой оценки фактов. Ольга Хомракулова, События. Далее вас ждут новости экономики. Мария Левина уже в студии. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Российские банки в июне выдали рекордный объем кредитов наличными. Да, на сумму более 600 миллиардов рублей. Об этом я расскажу дальше, а сейчас о курсах валют. Официальный курс доллара на 8 июля 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей 86 копеек. Нефть марки Brent стоит 72 доллара 54 цента за баррель. Российские банки в июне выдали рекордный объем кредитов наличными – 623 миллиарда рублей. Прирост за месяц составил 8,5%. В целом, по данным финансовых исследований, объем выданных розничных кредитов в июне составил 1 триллион 29 миллиардов рублей, что на 14,3% больше, чем в мае. Объем выданной ипотеки в июне, когда истекал срок действия льготной программы под 6,5%, перевалил за 551 миллиард рублей, что на 25% больше майских выдач. Инфляция в России в июне, по данным Росстата, превысила пятилетний максимум. В годовом выражении она составила 6,5%. Из продуктов, заметнее всего, подорожали овощи. В частности, свекла на 58% за месяц, морковь на 37%. По данным Росстата и Центробанка, индекс потребительских цен в июне обновил максимальное значение с лета 2016 года. В секторе услуг значительнее всего выросли цены на путевки в Турцию на 39%. Поездки в плацкартных вагонах подорожали на 23%. Кроме того, цены продолжают расти и на стройматериалы. Впервые за 4 года в России выросли корпоративные банкротства. В первое полугодие в Российской Федерации обанкротилось на 9% больше компаний, чем за аналогичный период в прошлом году. Общее количество банкротов почти 5000. Главной причиной роста банкротства эксперты называют последствия пандемии. Потребительский спрос на золото, то есть на слитки, монеты и ювелирные изделия в первом квартале 2021 года увеличился. За три месяца он вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Россияне скупили почти 12 тонн золота. Основными причинами повышения спроса, по мнению экспертов, стало постепенное восстановление экономики, рост потребительского доверия и уменьшение цены на золото за тот же период на 10%. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. В Самаре появился банковский филиал нового формата, который удивит клиентов безбарьерностью и интуитивно понятным помещением. Что поменяется, расскажут наши корреспонденты. Комфортное обслуживание, новые рабочие места и больший клиентский трафик. В Самаре открылся обновленный филиал одного из крупнейших банков России. Каждый такой новый объект – результат создания комфортных условий для бизнеса. Это один из показателей слаженной работы коммерции и городских властей. Город, администрация городского округа Самара не может не радовать открытие офисов нового формата, потому что они более востребованы прежде всего нашими горожанами, ну и, конечно же, гостями, которые посещают наш город. Открытие одного офиса занимает не более трех месяцев. А значит, банков, в которых комфортно, в Самаре станет еще больше. Мы планируем таким образом сделать процесс обслуживания для наших клиентов, посещения наших офисов удобнее. Мы планируем, что таким образом будет в том числе и увеличиваться клиент поток. В этом году мы планируем открыть таких офисов три в новом формате, а в ближайшие годы сделать переформат практически во всех офисах. Отличительная особенность нового формата – открытость и безбарьерность. В таких новых отделениях услугу можно получить в любом удобном для клиента месте офиса. А само пространство становится простым и интуитивно понятным. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. Сегодня в центре Самары загорелся одноэтажный деревянный дом. Пожару присвоили повышенный ранг сложности из-за угрозы распространения огня на соседние дома. На место происшествия выехали 78 спасателей, 18 единиц техники и наша съемочная группа. Галина Дьячкова проживает в доме на улице Арцебушевской. Утром вернулась после ночной смены и легла отсыпаться. Галину разбудил подозрительный запах гари. Она встала проверить, все ли в порядке. Дверь открыла, дверь открыла. А надо мной вот столб дыма. Как оказалось, опасения были не напрасны. Загорелся соседний одноэтажный деревянный дом. Сейчас там никто не живет, говорят соседи. Очень много уже людей, которые оставляют свое жилье, да, и покупают свои квартиры, и здесь не живут, потому что боятся, что сгорят. И мы не знаем, может там какие-то бомжи жили. Дом не жило, его бросили. У нас, слава богу, нет, пока не пострадал. Но мы все равно живем. Я с родителями живу, у меня еще двое детей как бы малолетних. Сейчас они, слава богу, на даче у меня. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. На место прибыли 18 пожарных машин и 78 спасателей. Полиция и машины скорой помощи. Погибших и пострадавших, по информации областного МЧС, не оказалось. Тем не менее, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Была угроза распространения огня на соседние дома, где проживают 25 человек, включая маленьких детей. Видите, вот в халате выскочило. Это какой ужас, это какой ужас. Мы зимой, перед тогда, буквально за забором горел дом. Мы следим, мы постоянно закрываем туда проход. Утром пришла с работы. Если бы меня не было, я не знаю, к чему бы я пришла, потому что муж у меня тоже работает с утра до ночи. Вот сейчас он на работе. Причина пожара устанавливается. За пять лет это не первое возгорание на этой улице, рассказывают жители. Сейчас они обеспокоены, что пожар окажется не последним. По факту случившегося, уполномоченные органы проведут проверку. Мария Ильевна, Сергей Баскин, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 227 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выработать иммунитет поможет вакцинации от COVID-19. Сегодня уже более 610 тысяч человек сделали прививку и 440 тысяч человек ввели оба компонента. В прививочной компании задействовано 66 организаций. Работает почти 170 прививочных пунктов, 24 передвижных комплексом. Привились и все желающие сотрудники администрации Новокуйбышевска и подведомственных учреждений. Это 153 человека из 170. В организацию прибыла мобильная медицинская бригада. Мы не могли не согласиться с этим предложением, учитывая, что каждый человек должен взять ответственность за свое здоровье, за здоровье окружающих. И поэтому прививку нужно делать обязательно. Мы родом из Советского Союза, а в Советском Союзе все дети, все взрослые всегда прививались. И если бы не прививки, если бы не достижения медицины и науки, ну не знаю, были бы мы до сих пор живы. Телевизоры, ноутбуки, смартфоны и другая техника, самарцы которой до 25 июля привились вторым компонентом вакцины, смогут принять участие в розыгрыше ценных призов. Более подробно об условиях акции в сюжете. Антонина Манько работает продавцом в продуктовом магазине и постоянно контактирует с людьми. Чтобы обезопасить себя и своих близких, решила вакцинироваться от коронавируса. Рассказывает, первый компонент перенесла легко. Надеется, что и после второго будет чувствовать себя хорошо. Отлично все. Ни температуры, никаких побочных эффектов, ничего не было. Думаю о своем здоровье, думаю о своих близких, которые рядом со мной. Я и работаю. И в магазине сейчас идет вакцинация. Ну я как бы заранее сделала, а там вот прям на работу приглашают сейчас и делаю. Теперь у Антонина есть возможность получить приятный подарок. Среди жителей города, которые вакцинировались вторым компонентом в период с 1 по 25 июля, разыграют ценные призы. Телевизоры, ноутбуки, смартфоны и другую технику. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно заполнить заявку на сайте samarayaprivit.rf и дождаться подтверждения. Итоги подведут 26 июля. Как только появилась акция «Я привит», я могу сказать, мы видим увеличенный поток желающих сделать профилактическую прививку. У нас идут люди и идут и идут в круглосуточном режиме. Кроме того, мы видим, как активизировались предприятия и организации. И нам присылают почти что в ежедневном режиме списки сотрудников. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Можно обратиться в поликлинику, записавшись через госуслуги, или по номеру 122. Либо прийти в один из трех круглосуточных кабинетов, которые работают при 4, 6 и 10 больницах. При себе необходимо иметь паспорт, а также страховой полис и СНИЛС, если нет учетной записи на госуслугах. Ольга Хомракулова, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Он приурочен ко Дню памяти святых покровителей, семьи и брака в Русской Православной Церкви Петра и Февронии. Как появился праздник, что думают о нем жители нашего города и почему сравнивают его с Днем Святого Валентина, расскажет Михаил Ермоленко. История чудесного исцеления от болезни и отречения от престола князя Петра ради любви его жены Февронии. Сегодня олицетворяет собой День любви, семьи и верности. Традиционно этот праздник отмечается 8 июля. Своё начало он берёт из повести о любви и жизни семейной пары Петра и Февронии Муромских. Она простая крестьянка, а он князь Муромский. Как гласит повесть, Пётр страдал от недуга, который помогла исцелить Феврония. В ответ князь пообещал взять её в жены, но слова не сдержал, и болезнь к нему вернулась. Феврония снова помогла правителю и на сей раз стала его женой. Бояре не приняли княгиню крестьянского происхождения и предложили либо отречься от жены, либо от престола. На что князь ответил решительно и согласился на изгнание. Согласно преданию, Пётр и Феврония умерли в один день и час 8 июля 1228 года. Похоронили мужа и жену порознь, но на следующий день их тела чудом оказались рядом. Спустя 300 лет церковь причислила Петра и Февронию к лику святых. Сегодня для православных верующих они образец любви, верности, покровители семьи и хранители домашнего очага. Довольно часто этот праздник сравнивают с европейским аналогом – Днём Святого Валентина. Это тоже праздник, призывающий к традиционным ценностям. Сейчас, конечно, очень много всяких там появилось странных каких-то интерпретаций этого праздника. Но если мы будем брать спокойное историческое исследование вот этого праздника, изначально он тоже подчёркивал необходимость традиционной супружеской любви, верности. В основе всероссийского праздника лежат верность своему слову, любовь, которая должна быть превыше всех социальных условностей, и вечность. О том, как отмечают этот день и о значении семьи и её ценностях, мы узнали у жителей нашего города. Стол, конфеты, шампанское, поздравления, ну, как обычно. Для меня семья – это когда мы вместе гуляем, проводим вместе время. И не когда просто один сидишь и балдеешь, а именно когда поднимает это очень сильное настроение и очень хорошо проводить время с семьёй, с мамой, папой. Семья – это постоянное, это близкие люди, которые готовы тебя поддержать всегда, при любых обстоятельствах, всегда стоят по твою сторону. Во-первых, доверие и общение. То есть они всё время должны общаться, разговаривать и развивать друг друга. Впервые праздновать день семьи, любви и верности начали в Муроме, 8 июля 2008 года. Сейчас День Петра и Февронии отмечают по всей России. Символом даты выбрали ромашку – цветок, который олицетворяет чистоту и любовь. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, События. Приятный бонус к празднику. В июле некоторых самарцев ждут новые выплаты. Семьям с детьми от 6 до 18 лет выделят по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка, независимо от дохода. Заявление на получение этой выплаты нужно подать с 15 июля до 1 ноября. Деньги придут с августа по декабрь. Финансовую поддержку получат также беременные женщины, если встали на учёт до 12 недели беременности и находятся в трудной финансовой ситуации. Размер пособия для них составит 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения. На помощь могут рассчитывать и родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет. В этом случае выплаты также составят половину прожиточного минимума, но на ребёнка. Заявления принимаются с начала июля. Для оформления выплат нужно подтвердить учётную запись на госуслугах, так как все пособия будут выдаваться онлайн. Шедевры ретро-кино на большом экране в Самаре покажут отреставрированные советские и зарубежные фильмы. Киномарафон стартовал со специального показа картины Георгия Данелия «Кинзадза». На премьере побывала Ольга Хамракулова. Легендарная «Ку» на большом экране. Именно с показа комедии «Кинзадза» Георгия Данелия стартовал новый проект «Шедевры кино» в кинотеатре «Вертикаль». Сегодня мы пригласили наших гостей посмотреть этот фильм, который стартовал с 1 июля в прокате. Он вышел предпоказами в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Сочи и ещё в нескольких городах. Такой предпоказ с обсуждением, с приглашённым гостем, с экспертом по кино состоится в киноцентре «Вертикаль». Зрителя поразит обновлённое качество легендарного фильма. То, в каком виде копия фильма существовала 30 лет назад, это уже не то качество. И вот отреставрированность этой версии позволяет нам посмотреть фильм в цифровом качестве, максимальном качестве сегодня в современных кинозалах. Опять же, это крайне прекрасно. Я думаю, это здорово, потому что классика советская – это то, что нужно показывать сейчас. Скоро по проекту «Шедевры кино» на экран выйдут картины «Берегись автомобиля» и «Москва слезам не верит». Эти премьеры также начнутся со спецпоказа с обсуждениями. В прокате фильмы будут одну-две недели. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершён. Все наши новости читайте на официальном сайте «Самары ГИС», в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!